Я сейчас вышел из Перекрестка, покупал сахар, кофе и полупустые полки. И я, знаете, с удивлением обнаружил ощущение новое. С одной стороны, действительно, люди все грустные, стоят в очереди. И мужчины, все, конечно, и женщины все грустные, покупают всякую, так сказать, еду, на которой могут себе позволить. Но я все-таки, у меня хороший осадок, если хотел с вами поделиться, прям, как говорится, не отходя от кассы, в прямом смысле этого слова. Хорошее в том, что все довольно быстро меняется по пророчествам, по Апокалипсису, по Евангелии. И это говорит о том, что царь грядет. Или это будет Господь наш Иисус Христос, или это будет православный царь, которого нам Господь даст для утешения русских на протяжении... И всех, кто считает себя русским, на утешение православных христиан. Вот. Вот, что я хотел вам сказать. То есть, я не улыбался, конечно, как неумный человек, но, понимаете, мысль, самое главное, в том, что мы не вырвемся из лап даже нисколько там сиона-фашистов. Среди этих 300, там, комитет 300, Джон Коллиман написал такую книжку, еще в 70-х годах прошлого века. Речь идет о 300 семьях, о черной аристократии. Здесь несколько речь об иудеях. Их очень мало. Там в основном семьи Англии, Италии, Испании, королевские семьи, в которых в руках их сосредоточена власть и деньги, как инструмент власти. Поэтому здесь деньги не в плане у них, не в плане, как у нас, там, сколько у тебя в кошельке, сколько ты на карточке, нет. А в плане массы, в плане инструмента, в плане даже, так сказать, просто явления, явления, как вот, допустим, сейчас сравнить. У тебя есть дача, ну, у кого загородный дом, вот так вот. Это для них не средство, чтобы купить, покушать, съездить, куда-то отдохнуть, а в плане инструмента, который им принадлежит. Поэтому вот, что я вам хотел сказать, дорогие мои. Все идет. Нам продержаться два с половиной, три года. Но это уже, это уже срок, это уже понимание того, сколько. Вспомните, у нас была пятилетка за четыре года, ну, вот как умер Леонид Ильич Брежнев, так сказать, последний такой адекватный, вменяемый человек. После него все понеслось. Искусили, пропоили, купили за копейки. И мы имеем то же самое, что сейчас. Мы живем, вы знаете все, в каком государстве мы живем. Поэтому есть срок, это очень важно, что человек понимает, насколько нужно растянуть свои духовные, физические силы. Вот цель моего ролика, чтобы вы понимали всего-то. Наши, у кого деды, у меня дядя, у меня мама в оккупации была, у меня отец, он немножко повоевал, у кого-то прадеды. Их хватило, Господь им попустил пять лет. Нам всего лишь два с половиной, три года по нашей слабости. Выдержим это, в растяжку, как говорится, в автономку пойдем потихонечку. Но выдержим, выдержим, вынесем, с Божьей помощью, Бог своих не оставит. Это нужно понимать. Вот две основные вещи, что есть понимание. Первый этап марлезонского балета у них прошел, маскарадный. Сейчас второй этап, второй конь апокалипсиса под названием война. Третий, это будет голод. Конь под названием всадник, под названием голод. Четыре всадника апокалипсиса. Посмотрите, картина такая есть в интернете, все вы посмотрите. Поэтому будем жить. Ваш Евгений Лопатин. Не отчаивайтесь. Помните мои слова. Господь рядом с нами. Господь укрепит. Будем жить. Субтитры создавал DimaTorzok